приветствую вас уважаемые подписчики гости моего канала магия успеха старой и самопознания меня зовут наталья кто со мной еще не знаком сегодня предлагаю раскрыть такую тему как ему без вас живется и может настраивайтесь на расклад вариант будет один посмотрим какая вы какой он что в пространстве между вами с точки зрения высших сил и раскроем основной вопрос как ему без вас живется всегда интересно всегда любопытно узнать что происходит у человека до счастлив или когда итак какая вы девочки какая вы очень серьезная дама к нам пришла на расклад чрезвычайно собранная и весь фокус внимания кстати у вас может быть на семью либо вы замужем кстати вы можете смотреть будучи замужем либо вы смотрите на своего супруга либо вы смотрите на того человека который безусловно вам просто интересен может быть конечно не совсем просто любопытно может быть это ваш какой-то бывший кстати да но мне почему вот смотрите так король мечей это бывший смотрите либо вы действительно прям сама по себе очень много уделяете времени энергии прокручивая всю ситуацию с вашим бывшим супругом и я могу сказать так вы взяли его роль на себя то есть какие-то привычки да какие-то паттерны поведения вы действительно могли перетащить на себя если конечно вы не в разводе допустим к примеру да то в целом нам показывают показывают девочки что вы женщина действительно с очень сильным стальным характером вы материально ориентированы вы много размышляете относительно улучшения своей материальной базы решайте вопросы у кого-то могут даже проходить не почему так ситуацию больше вас описывают поток идет но я сейчас вернусь к вашему все-таки описание у кого-то могут быть вообще судебные тяжбы да еще непонятно как говорится чья возьмет но все-таки если в целом операции смотреть на на вашу характеристику безусловно вы человек который стабилен настойчив вы та женщина в которой все таки у прослеживаются нотки лидера да вы такой знаете приказчик вот я как сказала значит так это и должно быть и меня вообще не волнует почему это нельзя сделать вы можете исходить из того принципа есть слово не могу то есть есть слово не хочу а есть слово не могу да то есть это две это две разные такие направляющие и вы это принимать не будете для вас надо значит надо и никаких как говорится раз рассоливание и рассуждение также вы человек дипломат вы действительно можете договориться обо всем угодно с кем угодно и на тех условиях которые были удовлетворяли были господи удовлетворяли бы и вас и вторую сторону для вас может быть в приоритете действительно семья но вы можете позволить себе параллельно с семьей двигать еще какой-то не менее важно для вас процесс также здесь вы человек гостеприимный новый гостеприимный нет для всех вы будете четко отсекать из своего пространства тех людей которые по вашему мнению не вхожи в дом то есть если вы сказали я не хочу допустим видеть этого человека на пороге своего дома все этот человек больше не будет на пороге вашего дома вы временами бываете бескомпромиссные но тем не менее да все таки у вас прослеживается вот эта нотка дружелюбия открытости она есть но еще раз повторюсь здесь все равно вас больше прослеживается вот это вот по королю мечей вот категоричное нет она будет вас все равно как как ни крути и также я еще могу здесь заметить тот факт что вы женщина несмотря на вашу какую-то определенную строгость вы все равно будете очень легкой игривой такой затейницей ну в принципе это и нормально и хорошо какой он давайте посмотрим какой он какой он здесь человек о себе очень высокого мнения и это мнение смотрите она у него зародилась еще чуть ли не при его рождении то есть у него девочки определенная миссия смотрите тоже как интересно с его стороны тоже выходит десятка чаш для него в приоритете тоже девочки будет семья вот еще раз повторюсь как часто выходит что вы практически на одном каком-то уровне да у вас десятка пентакли у него 10 десятка чаш до закрывает возможно вы действительно муж и жена для кого-то вообще здесь проиграется конкретно четырехугольник то есть у вас есть семья и у этого человека тоже есть семья но видите как здесь мужчина больше будет ориентирован на какую-то на идеальную прям пару супружескую там на идеальные семейные узы он реально к этому может стремиться да и он будет прям чуть ли не спинным мозгом чувствовать что вот этот человек он вхож но опять таки в мой дом до шестерка кубков этого прямо родственные души он тоже в принципе человек такой дружелюбный его интересно кстати слушать этого человека в нем много вот такого эмпатичны и эмпатии к людям да опять здесь гостеприимный тоже человек может быть любит вкусно покушать но смотрите как если у вас то что есть то есть то есть как бы ну и нормально да я вот этим довольствую здесь человек будет себя окружать максимально как правильно здесь сказать максимально лучшими вещами там изысканными блюдами ну вот здесь человек больше такой вот ориентирован какой-то как на жизни ну условно миллиардера да но ему по крайней мере бы хотелось это хотя бы он на самом деле по сути простоватый такой он реально простоватый но у нас амбиции очень много он действительно может считать что я незаменимый хотя мы знаем незаменимых нет вернее есть нет нету такого да что нас заменить нельзя можно но опять нужно понимать если мы все таки рассматриваем его как личность как качество человека безусловно он индивидуален да но по каким-то умениям навыкам ну тут конечно есть и лучше допустим да а он может считать что он прям звезда у него все лучше у него все круче ну вот такой вот какой-то человек конечно безусловно здесь человек может быть публичный его могут знать многие очень многие и знаете в основном его окружение это будут друзья с детства вот этот человек кстати очень хорошо умеет окружать себя друзьями насколько конечно он прям будет всем тотально доверять вряд ли потому что здесь он все равно доверяет но проверяет вот у него примерно такой какой-то будет момент прослеживаться да но в целом он со всеми дружелюбен со всеми он может быть очень сильным таким вот реально как качком ну это не обязательно конечно но ему очень важно девочки как он выглядит вот это точно здесь такой аккуратист чистенький опрятненький там если не дай бог там у него будет что-то грязненькое нет это для него неприемлемо это вот здесь сто процентов здесь человек ну такой вот может быть с детства его научили к порядку да следить за собой ну в принципе это и правильно и хорошо но не у всех людей это будет прям введено в такую вот в традицию да традиционность хороший тоже человек вы тоже хороши и он хорош вы оба классные каждый по своему безусловно давайте посмотрим с точки зрения высших сил что между вами что между вами а между вами очень накаленная обстановка рез чувствуется знаете как колкость острота здесь возможно между вами раскол да то есть здесь вы можете быть не вместе то есть произошло отсечение друг друга тусмече это раскол но самое что здесь интересно да раскол то этот возможен да но в принципе у нас и тема то я только я только сейчас вот отталкиваюсь все таки от названия темы между вами действительно раскол чтобы вы спрашивали допустим к примеру да как ему там без меня живется ну вот видите сразу карты показывают я ушла видать в описание вас и вашего человека и чуть-чуть подзабылась о теме и действительно карта подтверждает что между вами раскол но дело в том что ни вы ни он вы друг друга еще не отпускаете потому что там мысли там действительно очень много мыслей у вас идет ментальная связь и эта связка она не уходит девочки здесь эту ментальную связь держит мужчина почему потому что на дне колоды король кубков он держит вас не вы его а он вас держит ну вот так вот примерно да если вы в разводе то и понятно да если вы даже не были мужем и женой между вами все равно вот этот раскол но вы не отпускаете друг друга и это кстати ну как год это минимум девочки ну около года да туз это однерка у кого-то месяц да давайте посмотрим либо знаете как еще может здесь проиграться ровно месяц человек начал задумываться и держать весь фокус внимания на вас да по королю кубков то есть он больше вот в течение месяца вот прям на него как реально что-то нашло да и человек о вас очень много думает ну хорошо давайте посмотрим все-таки как ему живется без вас живется можется да как ему живется без вас как ему живется без вас просчитался здесь мужчина слегка ну смотрите человек думал предполагал что во что новое он пойдет у него будет все классно все хорошо потому что он очень умный он знает чего он хочет он умнее всех он прозорливее всех он такой достигатор да если надо там подучиться окей хорошо я подучусь там ну в общем здесь человек в сегодняшнем дне живет без вас вот как только родился давайте так скажу я только появился на свет я пытаюсь жить заново вот именно слово пытаюсь потому что по пажу мечей это знаете такая еще себе история там не все так просто и гладко ему будет поддаваться почему потому что есть в его характере еще раз повторюсь вот такое знаете такое легкое ханжинство я круче вас я круче всех я знаю что мне лучше и меня учить не надо вот здесь вот идет вот что-то такое понимаете не так у него все будет прям гладко и хорошо складываться он действительно пытается заново жить но у него не получается легко он много прикладывает усилий он старается он трудится он работает да по восьмерке пентаклей к нему могут приходить какие-то новые идеи он может искать новые возможности смотрите еще здесь может прослеживаться что он может кому-то завидовать кому-то завидуешь ну-ка вот так вот у него зависть реально может прослеживаться он завидует возможно тем людям вот опять-таки да кому достается все легко и просто не напрягаясь а ему девочке приходится словно напрягаться он сам ну как бы может не отдавать себе отчета в чем он не прав понимаете он может реально задавать себе вот эти вопросы что я делаю не так но он не находит на них ответов потому что там амбиции зашкаливают они они прям у него с лихвой понимаете и его поведенческий ряд вообще в сегодняшнем дне будь то он в семье там или допустим будь он в социуме неважно это все равно какая-то несерьезная такая вот позиция вообще несерьезная тут три аркана показывают молодушие честно говоря он реально может себя вести как вот глупец да он может поступки совершать вообще логически не оправданный давайте еще посмотрим как человеку загаданному вами живется без вас как ему живется без вас как ему живется без вас вообще говорит у меня все под контролем да я могу абсолютно все мне подвластно все кого надо закадрю с кем надо договорюсь а чем его держит дьявол девочки вот прямо это хочу посмотреть что это такая у него созависимость здесь кстати мужчина может в сегодняшнем дне реально войти в созависимость от либо от горячительных напитков да но он будет знаете как считать что у него все под контролем под контролем и он знает что он делает на самом деле нет здесь человек глубоко может заблуждаться да все-таки чем его держит дьявол в сегодняшнем дне что это за искушение такое старший аркан его вообще в сегодняшнем дне дьявол держит в неопределенности смотрите как то есть если человеку кажется что он в развитии у него все получается он идет своим путем ничего подобного это ходьба на месте это знаете вот какой-то такой фильм был я уже наверное сейчас вам и название это не вспомню ну условно да мы движемся 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 потом бац а оказывается нам эти места уже знакомы мы опять вроде бы идем 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 и опять мы возвращаемся в то место где мы уже были вот понимаете как здесь у человека будет еще несколько вот таких вот круга так как это оборотов будем говорить да круговых оборотов и только тогда человек будет задумываться блин что-то тут не так если допустим к примеру человек пытается действительно как-то улучшить свою жизнь увеличить допустим свой доход получить ну или как-то добиться да более такого высокого звания в чем бы то ни было да понимаете время-то идет а вот сын и не там то есть а ничего не происходит у него день может превращаться в день сурка только понимаете как вот у него немножко такая какая-то жертвенная такая позиция честно говоря да но ему надо это прожить ему надо это пережить то есть здесь человек если он думает что допустим к примеру он жертва обстоятельств жертва каких-то событий и он вообще по сути касательно ваших отношений он ничего не смог изменить это не я это судьба такая то вот в этом заблуждении сейчас человека так будут мурыжить раз ты говоришь что ну условно да ты ничего не можешь решить ничего не можешь тогда действительно побудь-ка ты вот в этой жертве повиси вниз головой может быть тебе через какой-то определенный период времени кровь в голову ударит и ты реально захочешь посмотреть вообще на свою жизнь по другим углом вот здесь у человека на самом деле могут быть обвинения в адрес реально страны близких людей обвинять вас может да время он даже здесь обвинять может понимаете как и естественно вот это знаете до обвинялся он считал что он умнее всех он совсем легко справиться без вас он легко справиться нет здесь человек будет ну двенадцать ну как минимум наверное еще двенадцать месяцев человек так повисит когда уже вот действительно у него наступит предел и он не задаст себе реально вопрос а вообще как я живу что мне это дает давайте посмотрим еще такой момент вот без вас без вас вы больше как бы не общаетесь его осознание что с вами ушло давайте вот так спросим да вот без вас вот с вами это было а без вас вот этого уже нет ему это реально может не хватать что это такое по его мнению что это такое по его мнению ой девочки тут целый мир боже мой тут реально тут целый мир и пятерка пентаклей здесь действительно нехватка да я нуждаюсь мне этого не хватает я я обделен у меня этого нет и девочки здесь ему не хватает того прекрасного мира где было все исполнение желаний понимание человека считывание его с полуслова с полувзгляда потому что девятка кубков это все то что мы желаем и даже те фантазии девочки которые у него были в голове вы как-то каким-то образом могли это считать и выдать ему он вам даже это не мог и не озвучивать понимаете только дело в том что здесь в сегодняшнем дне мужчина никак не хочет это признать и осознать розовые очки здесь такой момент еще чего ему не хватает что с вами ушло здесь наверное девочки с вами ушло вот это вот его чрезмерные нет хотя он он тут себя все равно держит такой самовлюбленный он все равно нам такой проигрывается но любовь ради любви давайте вот так вот скажу вот с этим вот это ушло понимаете вот этого больше нет любовь ради любви а что есть давайте вот так а что есть а что есть а а есть только работа а есть только заземленность то есть смотрите то есть человек лишился на самом деле наполнения себя благостными вибрациями положительными вибрациями да здесь конечно немножко такая вот самовлюбленная позиция но тем не менее вы то тоже все равно в этой девятке чаш были понимаете в свое время с этим человеком это в принципе нормально норма любовь ради любви пусть будет но сейчас понимаете это пришло в какое-то все равно опять день сурка только материальный мир и ничего я там не получаю более такого вдохновляющего вот так хочется сказать понимаете как то есть вот этого вдохновения у человека уже нет все ушло с вами ушло с вами ушел вот этот мир вдохновляющий его позволяющий кстати позволяющий ему понимать что он такой классный он такой любимый вот это ушло только человек в этом сегодняшнем дне признаться не хочет там розовые очки ну пусть кто ж ему мешает как говорится да никто не мешает человеку размышлять думать так как он сейчас думает ну и давайте заключительный вопрос все-таки зададим да жалеет ли он о разрыве с вами если все-таки реально у него сожаление что он с вами не вместе если у него реально сожаление что он с вами не вместе пятерка чаш девочки ну я думаю здесь все сказано да жалеет безусловно он понял у него есть еще на одни колоды еще королева пентаклей да он понял девочки что он действительно потерял очень ценную женщину для себя но здесь его сожаление он больше жалеет себя любимого все-таки девятка чаш здесь тоже выпадала все-таки здесь он жалеет себя больше чем ваши отношения если сожаление да девочки он плачет он плачет о своей горькой судьбе почему у него так хотя хотя пытается простроить свою жизнь как говорится с чистого листа как есть на сегодняшний день через какой-то период времени мы еще раз затронем эту тему девочки если действительно эта тема вам интересна пожалуйста пишите я постараюсь ее все-таки дублировать да благодарю вас что вы со мной благодарю то что вы подписаны на мой канал пишите девочки свои комментарии свои отзывы все читаю все отмечаю низкий вам поклон за это когда читаешь вашу обратную связь вот знаете на душе становится так тепло хорошо ну слава богу кому-то мои расклады действительно нужны и помогают что-то понять и осознать спасибо девочки вам большое за это и желаю вам всего самого наилучшего и прекрасного всего доброго до новых видео